На протяжении 15 лет поселок Фосфоритный на один день превращается в портовый город. Здесь массово отмечают день военно-морского флота. В период пандемии поздравительную программу даже транслировали онлайн. А зародилась традиция празднования благодаря Виктору Симохину, который сразу после дембеля пришел в местный дом культуры. И так, играя на баяне, дослужился до художественного руководителя. Вы как попали в военно-морской флот? Ну, если что-то сказать, по глупости можно сказать. Когда в военкомате спрашивали, кем хочешь быть, ну, сказал моряком. Так шло, 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 и получилось, что попал я в Кронштадте на подводную лодку. Служил три года, надел по разным морям. Глупость или судьба? Для Виктора Симохина морская служба определила дальнейший жизненный вектор. Творческий путь начинался на подводной лодке. Пели строевые песни, а строевые песни, если хорошо споешь на смотре, тебе дают увольнение. Поэтому каждый стремился стать запивалой. Это открою секрет. Будьте запивалами, а мы вас научим. Мы узнаем их по тельняшкам, и то раз в год. Даниил Самарин приехал на дачу с женой. Срочно службу проходил в 336-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты дважды краснознаменного Балтийского флота, в составе которой стал участником парада на Красной площади в 2016 году. Трою морские пехотинцы 336-й отдельной гвардейской белостопской бригады Балтийского флота. По росту я не очень, конечно, подхожу, но мне повезло, что в этот год в нашей бригаде, видимо, это был среднеэстетический рост. А так, да, усердные тренировки. Четыре месяца сначала в составе бригады, потом на самолетах нас прибросили сюда, с Калининграда. Тепло принимали артистов из Коломенского городского округа и Воскресенска. Они исполняли известные эстрадные хиты. Всем морякам пламенный наш музыкальный привет, здоровья, ну и долгих лет жителей. Я хочу поздравить всех с праздником, День морского военного флота. Пожелать всем счастья, здоровья, удачи, чтобы наши мужчины всегда были крепкими, чтобы нас оберегали, охраняли. Евгений Страдубов, Юлия Байдакова. Новости Искровект.